То, что я знаю. Потому что в целом есть такая большая-большая общая гидрология. В этой гидрологии есть много всего разного. И в рамках этой общей гидрологии есть гидрометозыскание. Гидрометозыскание это вот такая деятельность, которую можно характеризовать по-разному. С одной стороны это хороший способ зарабатывать деньги гидрологу. С другой стороны это довольно простая вещь. Там в общем-то ничего сверхъестественного нет. Там очень много большой гидрологии знать не надо. Там можно просто взять и сделать конкретные вещи. С третьей стороны инженерно-гидрометозыскания они у нас очень ответственные. Несмотря на свою относительную простоту. Там ничего сверхъестественного знать не надо. И даже делать сверхъестественного много делать не надо. тем не менее они очень ответственные. Потому что если мы делаем вот что-то важное какое-то важное сооружение которое может само пострадать от водного объекта. Которое может повлиять на жизнь людей которые расположены в верхнем объекте, в нижнем объекте рядом с этим сооружением на этом сооружении, под этим сооружением. Вот. Поэтому нужно делать хорошо. И уже непосредственно А есть кроме инженерно-гидрометозыскания есть еще разные другие виды работ в которых может работать гидрометозыскания. И там нужны другие знания. Например, можно работать ученым. В каком-то виде. Там нужны другие знания. Там нужно много-много-много большого, разного и другого. Для гидрометозыскания вот этого много чего не нужно. Вот. те, которые для инженерно-гидрометозыскания. Хотя внешне немножко будет похоже. Будет казаться, что мы и при гидрометозысканиях делаем измерение расхода воды, и при мониторинге делаем измерение расхода воды, и при гидрометслужбе при вот этих стационарных наблюдениях тоже измеряем расход воды. Поэтому, если мы хотим знать вот механику, как измерить расход воды, то будет одинаково. А если будем подразумевать цель, ради чего это делается, выяснится, что для разного. Ну вот. Теперь, значит, из этого большой, большой, большой вот этой бесконечности добрый день, Павел. Приветствуем всех. Это еще пока не начали. Пока. Сейчас я рассказываю структуру того, чего мы сегодня будем делать. И показываю, что гидрометозыскания, вот место этих гидрометозысканий вообще в общих знаниях гидролога. Не очень много. И вот как раз вот этому и будет посвящена первая треть. Это вот расскажу, из чего же состоят гидрометозыскания. Что там надо написать. Что выразителем нашего знания в рамках гидрометозысканий является отчет по инженерным гидрометозысканиям. И вот его надо правильным образом скомпоновать, написать. Вот. Он стыкуется с техническим заданием. В техническом задании написано, что делать. А в отчете написано, что получилось. Вот. И есть всякие промежуточные действия, которые тоже описываются в отчете. Как мы это получали. Вот. И предварительно перед отчетом по инженерным гидрометозысканиям можно еще написать, ну и в общем-то нужно написать программу. Это как будем получать. Отсюда у нас получается такая цепочка действий, которые мы выражаем в некоторых бумажках. Вот. Первая бумажка это техническое задание. И перечисляется, что нужно в результате получать. Потом у нас появляется еще смета. Шутка из смета. А это тоже это не техническое задание. То есть смета это не что мы получаем за какие деньги, а как мы получаем за какие деньги. То есть осмечиваем мы не ТЗ, а осмечиваем мы программу работы. Потому что разные характеристики, которые могут быть интересны для проектировщика как потребителя нашей информации, могут быть получены разным способом. Ну, например, например, уровни воды. Уровни воды могут быть получены большим количеством разных способов. Из них около шести таких довольно распространенных. Из них мы пользуемся. И трудозатраты при разных способах получения расчета результирующих уровней воды будут разные. И мы уже смеете можем осметить или этот вариант, или другой вариант, или третий вариант. Поэтому нельзя, когда обращается заказчик, нельзя сразу говорить, ой, я это сделаю за столько-то денег. Ну, можно, так сказать, но можно попасть в просаг. Может, получиться так, что вы за эти деньги сделать вы сможете. Потому что выяснится, что там для того, чтобы получить необходимый материал, нужно очень-очень много-долго поработать. Вот. Поэтому мы говорим, пришлите сначала сведения, для того, чтобы мы смогли составить такое вот понятное ТЗ. только потом мы сможем ответить на за сколько мы это сделаем. Он присылает эти сведения, мы пишем ТЗ и осмечиваем, ну, осмечиваем не ТЗ, не пункты в ТЗ, которые называются что нужно предоставить в отчете, а мы осмечиваем уже дальше. Мы осмечиваем программу работы, в которой мы показываем, как мы будем это получать. Так, коллеги, еще не начали? Сейчас начнем. Вот, и три части будет. Как я задумал, как я задумал, будет три части, первая часть основы такие, самые базовые основы инженерного гидрометозыскания. И те, кто меня не слушал раньше, потому что такие «Добрый день, Людмила! Добрый день, Людмила!» Очень рад. Так, ну, вот сейчас как раз мы начнем. Эту первую часть будет три части. Первая часть такая базовая гидрометозыскания. Если вам кажется, что в гидрометозысканиях я буду рассказывать, как измерить расход воды, то вот ошибаетесь. Я буду рассказывать совсем другое. Я буду рассказывать вообще, что такое сначала гидравитовоскание. А потом уже что там, что уже детально мы делаем в гидравитовоскании. Выясняем, что пулевые работы это какая-то маленькая часть, которая по необходимости, которая не всегда. Добрый день, добрый день всем. Добрый день, Арина. Добрый день, Анна. Вот, вторая часть будет по расчетам уровня воды. Почему я сразу перепрыгиваю к уровню воды? Потому что, в общем-то, у нас в отчете по инженерным гидравитовосканиям есть пять основных разделов, несколько не основных, но основные это климат, расчеты расходов воды, уровня воды, ледовые явления и нарусловые процессы. Из этих пяти два условно я их называю как бы простые. Хотя они могут быть непростые, но я их условно называю простые. Почему? Потому что там довольно простые действия нужно сделать для того, чтобы их написать. Чаще всего это найти, найти эти данные, списать их и туда воткнуть. Поэтому остается три тяжелых. Это расходы, уровни и русловые. Три тяжелых. Вот. Расходы я не рассказываю. Потому что я не считаю себя специалистом большим по расходам, расчетам расходов воды. Поэтому тут рассказать вы, по крайней мере, сегодня не собираетесь. Поэтому у нас остаются уровни и русловые деформации. Вот уровни как раз это будет вторая часть, а русловые это будет третья часть. Сегодня. По расходам воды не сегодня, а в будущем, в ближайшем. Вот где-то примерно с 1 июля по 10 июля я все-таки не удержался. И так как я уже много разных вебинаров провел, то по расходам воды еще не делал. Поэтому хочу теперь сделать все-таки по расчетам, гидрологическим расчетам. Вот. И назвал я это гидрорасчеты от дилетантов. То есть не претендуя на то, что я там супер прямо что-то могу рассказать, это будет вот такое поделиться опытом. Вот. Так, коллеги. Ну что, условно можно считать, что начинаем, да? Да. Так. Так. Коллеги, как слышно, как слышно. Давайте торжественно будем считать, что вот этот длинный, сегодня относительно такой длинный, вебинар обо всем. Начали. Поздравляю, коллеги. И не начинаю. То есть, коллеги, я напишу сюда, слышно видно, на случай, если кто-то не слышит, коллеги. Слышно. На случай проверим еще раз, как слышно, чтобы те, кто не слышит, чтобы они поняли, что уже началось. Чтобы они проверили, значит, если не слышно, то перезагрузитесь. перезагрузитесь. Коллеги, я пишу перезагрузитесь, но тот, кто меня слышит, не делайте этого. Это я пишу для тех, кто не слышит. Чтобы у них началось слышно. Вот. Поэтому, те, кто услышит, это не вам. Так. Слышно видно, да? То есть, будем считать, что слышно. Так. Коллеги. Ну, и теперь постараемся все-таки сегодня... Ну, в общем, что будет, не знаю. Может быть, будет, как обычно. То есть, моя говорящая голова. Долтоги без остановки. Но, может быть, все-таки у нас получится как-то повзаимодействовать, коллеги. Поэтому, коллеги, в чат, те, кто еще не писал, в чат, вот, давайте все попишем в чат. Напишите, ну, не то, что знаете ли меня, а лучше так напишите. Сколько вебинаров вы со мной слушали? Те, кто в первый раз, напишите 0. Это значит, вы раньше не слушали меня. Напишите 0. Те, кто слушал мой один какой-нибудь вебинар, напишите 1. Те, кто слушал 5, напишите 5. Коллеги. Таким образом, я узнаю, знаете ли вы меня. Вот. Прямо сейчас в чате напишите циферки, которые будут означать степень знакомства, ну, не со мной, а степень знакомства вот с вебинаром, с нашими темами. Вот, коллеги, спасибо. Так. Людмила не помнит. Да, Людмила я тоже не помню, сколько, потому что Людмила у нас была неоднократным победителем наших специализированных всяких вебинаров. Так что, Людмила молодец. Арина 5, 6. Катерина всего 3. Я думал, Катерину много. Так, 0. Павел Андреев 0. Денис Кириллов 0. Но знаком. Да, я помню, мы вконтакте переписывались. Так, ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двенадцать, я, значит, два человека не написали. Вот. То есть, получается, что Игорь, Игорь много. Григорий примерно через месяц будет вот как я вас слушаю. Так, тут, тут, тут тогда можно поговорить на тему тех, кто много. Коллеги, толк-то, толк-то есть какой-то, если много. Почему, почему много? Много, потому что, потому что никак ничего-то не разобраться, да, в гидрометодозыскании. Коллеги, Дригина, здравствуйте, здравствуйте. Так, вы только подключились, да, я тут спрашиваю не столько даже, сколько меня знаете, а сколько знакомы с вебинарами. Есть прогресс, Арина пишет. Людмила Рукина пишет, конечно, есть. А, прогресс есть, да, ура, ура, ура. Ну, вот, тогда у тех, как, вот, есть, наверное, а, тогда теперь, коллеги, другое. Согласна. Коллеги, другой вопрос, если, если те, кто ходит, и не только, наверное, ходит, не из-за того, что ходит, а вообще из-за того, что, скорее, у вас прогресс, просто потому, что у вас прогресс, а еще между делом вы еще тут заходите к нам. Понятно, что тут нельзя было что-то реально сделать прямо от вебинаров. Толкость огромная, но боюсь пропустить что-то, чего еще не знаю. А, ну, тут просто, вы просто, это, спрашивайте, вот и все. Вы спрашиваете, если что-то не знаете. Тут, ну, как сказать, если сказать, что я уже вообще старый такой гидролог, ну, и, соответственно, поэтому может быть опытный, я понял, что, первое, все знать невозможно. Вот, мы тут, сейчас вам покажу, не знаю, видно будет, не видно, коллеги, можете раз, вот я вам покажу, сейчас вот, вот этот книжный шкаф, да, тут, почти, вот здесь, вот в трех разделах, тут стоит одна гидрология, вот здесь. Вот, а вот это, это мы тут, приходил ко мне Максим, мы тут с ним, видно, вот, еще книжки здесь, вот эти книжки, вот, которые мы с ним перебираем, есть только гидрология, коллеги, ну, и я полковой гидрологии, то есть, в основном, три части у меня, это общая гидрология, потом, гидравлика, и русовые процессы, то есть, так вот, вот, на полу даже, хотите, даже на полу, это я просто не успел, ну, ладно, не буду с пола показывать, вот, Катерина, у меня пока все в электронном виде, ну, это, наверное, это и хорошо, и вообще, жизнь, вообще, коренным образом, жизнь изменяется, то есть, почему вот это, появлялась, эта бибротека, приходил Максим позавчера, вот, он меня спрашивает, типа, сколько занимаешься этим сбором, я говорю, ну, наверное, где-то с 88-го года, когда я осознал, что жизнь может быть связана с гидрологией, то есть, я поступил в институт в 83-м году, ну, и сначала непонятно было, да, какие там книжки, там, было, там, вот, а потом они потихонечку, как-то вот так вот, то есть, собирались, 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 и в те времена, без этого было страшно тяжело, коллеги, вы не поверите, но тогда не было интернета, вот, вы не поверите, но ходил по библиотекам, вот, и поэтому эти книжки появлялись, а потом они как-то вот, уже, как бы, привычка появилась, привычка появилась в том, что, если ты видишь книжку, значит, нам нужно ее раздобыть, вот, теперь все по-другому, то есть, это для чего я говорил, я говорю для того, что, коллеги, я в институте, когда учился, я считал, на лабораторной работе, я считал, на логарифмической линейке, вот, я купил первый программируемый калькулятор, МК-62, МК-51, который стоил, один из них стоил 85 рублей, а другой стоил 105 рублей, а зарплата тогда была 120 рублей, это еще у папы моего зарплата такая была, вот, так вот он на всю практически месячную зарплату, купил вот этот программируемый калькулятор, и вот на этом программируемый калькуляторе я делал такие микропрограммки, то есть, вообще-то, о, Людмила тоже на линейке, и на линейке я успевался считать, я, например, некоторые лабораторные работы делал там в количестве 30 штук, и большей частью не, вот я помню хорошо, что я делал 30 штук, это я делал не по гидрологии, а по топографии, там была такая работа, вот, и программки тоже делал, да, да, вот, на логарифмической линейке, это действительно какие-то вот просто расчеты, там, просто что-то перемножить, что-то такие, простые лабораторские, где надо все перемножать, простые формулы такие, вот, а по таблицам еще, по таблицам, коллеги, тогда это было по таблицам, ну и делали расчеты полигонов, полигонометрии, увязка ходов, полигон геодезический, там, что, там просто одни синусы, там просто расстояние, умножаешь на синус, получается, проекция на виси, и проекция на виси, потом складываешь их, потом не вязко там, и площади планиметром, да, но это уже я особо не считал планиметром, я палеткой только считал, вот, так, коллеги, наверное все это уже в прошлом, наверное все это уже плохо, мы наверное уже иметь, просто тупо иметь много книжек, бумажных, наверное это уже прошлый вид, коллеги, наверное нам вот, вот Катерина, я знаю, что у нее шикарно, у Катерины шикарная библиотека, и она даже, по-моему, выдавала ссылку вообще всем, у нее такая бесценная электронная библиотека, собрана наша, вот по нашей специальности, ну и все, коллеги, ведь стремительно все это произошло, стремительно были оцифрованы эти книжки, вот, стремительно появились карты, которые мы раньше получали через, в общем, ладно, все, это все не на ту тему, он уже в Яндекс.Диск не входит, во, у Катерины уже ее библиотека, в Яндекс.Диск не входит, да, вот, ну, спасибо вам за то, что вы давали эту ссылку, коллеги, что-то не по той теме, тема, а, это я Григорию хотел, вот, Григорий написал не то, что вопрос, Григорий написал, что боюсь пропустить что-то, вот, коллеги, еще тогда отвлечение, коллеги, я в своей жизни задумывал несколько проектов, из них был один проект такой, который назывался «Литература по русловым процессам», и я собираю, по крайней мере, только названия, вот эти названия, их уже 8000, 8000, и только на русском языке, и я понял, что когда ее распечатаешь, это получается такой вот том энциклопедии, я понял, что даже прочитать все названия невозможно, собрать все названия невозможно, и, а уж прочитать и найти эти статьи и книжки, тоже невозможно, это только по русловым процессам, вот, поэтому, с одной стороны, бездна, то есть, во все знать невозможно, с другой стороны, коллеги, все знать не нужно, если вы хотите зарабатывать как, сейчас какой-нибудь поинтересный слайд поставлю, вот, если вы хотите зарабатывать инженерами-гидромобин, именно в части гидромето츠скания, то нужно знать некую, такую схему, схему, что делать, что не делать, а то, что делаем, надо знать, как делать, коллеги, вот и все, и нужно сделать неправильно, нужно сделать раз неправильно, нужно сделать два неправильно, Нужно советоваться, советоваться, советоваться. И мечтать, например, я точно могу это сказать по руслому процессу. Мечтать, что вы найдете ту волшебную книжку по руслому процессу, где все написано, что вот я ее прочитаю, что это какой-то норматив или очень хорошая какая-то книжка обобщающая, и там мне все станет ясно, коллеги, бессмысленно. Такой книги не существует. Хотя существует много других книжек, которые можно читать, но они не дадут ответа. Есть много книжек, которые полезны для ученого по руслому процессу. А вот чтобы взять и именно сделать изыскание, понять, что же происходит с нашим этим руслом, и какой там давать ППР, коллеги, вот этой книжки вы никогда не найдете. Она постепенно уложится у вас в голове. Вот вы сделаете один раз неправильно, подумаете, и вы будете... Как вы будете действовать по руслому процессу с конкретным участком реки? Вы будете пытаться разобраться с этим участком реки. Вы будете думать, что же там было, что там есть, что там будет, какие следы оставила река на пойме, что она где размыла, где не размыла. Вот. И вы будете думать, ой, я-то все правильно делаю. Вот я делаю, 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 но мне вот нужна какая-то помощь. Нужно вот что-то такое, вот чтобы... Какой-то книжке я что-то прочитал, коллеги. Вот. Не нужна книжка. Вот то, что вы делаете с этим участком реки по руслому процессу, то и есть правильно.